19 часов 5 минут в эфире программа баррикада у микрофона владимир карпов всем доброго вечера сегодня на баррикадах сергей иваненко член политического комитета партии яблоко здравствуйте сергей викторович добрый вечер и константин сёмин журналист здравствуйте константин здрасте сегодня мы будем говорить о сталине о роли сталина о том как увековечить сталина если хотите традиционно накануне 9 мая такие разговоры возникают очень часто с подачи коммунистической партии российского федерации российской федерации в 2015 год не стал исключением сразу несколько предложений со стороны кпрф ну ряд из них касаются постановки памятников иосифа виссарионовича вот об этом об увековечении памяти сталина и будем сегодня говорить точку мы вряд ли сегодня поставим в этой дискуссии но в очередной раз предъявить аргументы и контраргументы было бы полезно первому предоставим слово сергею иваненко члену политической политического комитета партии яблоко сергей викторович почему нет ну я в данном случае говорю не только от себя но от целой партии от нашей партии яблоко ровно пять лет назад приняла специальное решение о преодолении сталинизма мы очень долго его готовили с участием экспертов собирали документы вот книжку которую я вам сегодня вот сейчас подарил это книжки в этой книжке самый интересный документ поскольку я не могу показать по радио поэтому я расскажу книжка называется преодоление сталинизма российская демократическая партия яблоко суть нашей позиции состоит в следующем мы считаем что в семнадцатом году произошел незаконный переворот группа экстремистов бандитов по сути говоря которых которые назывались если бы большевиками она взяла власть после этого была выстроена преступная система преступная система главную роль в которой играл сталин и эта преступная система привела к очень тяжелым последствиям по сути дело сталин лично несет главную ответственность за ту совокупность действий которые мы называем преступления против человечности это массовое убийство это депортации это создание по сути говоря системы рабство в двадцатом веке вот из этого мы исходим поэтому увековечивать тут нечего хотя конечно сталин безусловно останется в истории как любой тиран и главная проблема сегодня состоит не не только и не столько в этом потому что такого рода факты как правило не оспариваются ну по крайней мере людьми которые знают хоть что-то в истории а главная проблема сегодня в другом что сама идеология сталинизма идеология психология она по-прежнему живет жива и она очень сильно сильно в наших головах это сергей иваненко член политического комитета партии яблоко который уверен что однозначно увековечивать память иосифа сталина нельзя в российской федерации а преодолевать сталинизм нужно в российской федерации сейчас журналист константин севин константин почему да мне кажется что для того чтобы преодолеть сталинизм в российской федерации нужно нашу страну вывернуть наизнанку потому что сталинизм это неотъемлемая часть национального самосознания сегодня в том числе мы его предположим для того чтобы десталинизировать россию нужно десталинизировать миллионы людей которые думают так же как я это если отвечать на вопрос с точки зрения человеческих да вот как как человек а если говорить об аргументах за то безусловно это тот период истории который вычеркнуть невозможно когда мы говорим сталин мы имеем ввиду не просто сталинизм не просто конкретную историческую персону мы имеем ввиду советский период нашей истории с моей точки зрения с точки зрения огромного числа жителей нашей страны а я когда говорю что-нибудь я опираюсь не на статистику не на какие-то формальные гигабайты терабайты информации она личный опыт общения с людьми так вот для огромного большинства людей в нашей стране советский период это одна из высочайших точек развития нашего государства я не позволю да вы позвольте мне продолжить и самое главное конечно без сталина невозможно представить себе победу сталина то верховный главнокомандующий сталин это генералисимус не бывает анонимных достижений в истории не бывает анонимных побед поэтому да это константин семин журналист его позиция также прозвучала поэтому начнем сразу дискуссию проголосуем где-то в конце нашей программы сергей викторович константин я наши ровесники те люди которые которым сейчас в районе тридцати они выросли в интересный период сначала они сталкивались с дедами прадедами которые рассказывали о том что сталин это икона после этого они столкнулись с иной реальностью когда нам рассказывали о том что сталин это кровопийца в итоге у нас нет единого мнения относительно иосифа виссарионович у нас не сложилось его идеализированного образа или не сложилось демонизированного образа нет демонизированного не сложилось а единый образ есть мы к нему относимся сложно довольно просто я думаю что если мы проведем опрос сейчас хоть я сейчас в вашем эфире но эти вот есть такая вечный вопрос цель оправдывает средства да или нет если мы проведем опрос то цель будет оправдывать средства в результате опроса мы увидим чтобы большинство слушателей наших на улицу выйдет спросить вы сейчас пытается опираться на большинство я спрашиваю вас демократия это глаз народа мы должны опираться на мнение большинства большинство так считает разве Виктор, к чему я? Неоднократно дискуссия поднимается у нас, да, и неоднократно мы обсуждаем этот вопрос. И вот чаще всего мои ровесники говорят следующее. Слушайте, дайте уже увековечим Сталина, но только не будем его там идеализировать как Бога, а поставим какой-то памятник, который бы показывал неоднозначное наше отношение к нему. Да, он был сложным человеком. Да, нельзя говорить о нем, что он вождь и все, и превозносить его. Но увековечить его стоило бы. Пожалуйста. Ну, для начала о большинстве. Вот я здесь являюсь оптимистом, я действительно давно занимаюсь политикой, уже скоро четверть века, и могу констатировать, что и по опросам, вот как говорит мой визави, и по официальной статистике, которая проводится, проводятся опросы Левада Центр, например. К счастью, к счастью, количество людей, которые считают Сталина положительным персонажем в нашей истории, уменьшается. А количество людей, которые считают, что он преступник, увеличивается. Вот буквально последний опрос, который я вот передачи смотрел, Левада Центр проводил в этом, по-моему, году. 52% людей считают Сталина положительным персонажем, 30%, уже 30% считают его тираном и преступником. Это, с моей точки зрения, хорошая тенденция. Теперь, что касается увековечения памяти. Видите ли, памятников Сталину у нас сегодня в России хватает. Один из них находится, его бюст перед Кремлевской стеной. Поэтому говорить о том, что мы, ну, как бы, так сказать, должны что-то такое еще сильно усилить, чтобы в Мавзолееву опять переложить. В данном случае проблема не в количестве. И, кстати говоря, и по городам России. Вот я знаю, по некоторым городам тоже есть такие бюсты и памятники собираются ставить. И, наверное, поставят. И, наверное, поставят, да. Проблема-то на самом деле в головах. Знаете, как говорил профессор Преображенский? Проблема в головах. Когда мы говорим Сталин, ведь прошло уже сто лет. Ведь на самом деле подразумевается, что сегодня, ведь это ведь одно и то же. Когда люди выступают за Сталина, они говорят о том, что сегодня должен быть такой правитель, который будет убивать. Который будет сажать вот всех богатых. Который будет сажать, там, репрессировать. Который будет там делать всякие вот такие вещи. Вот если чиновник какой-то что-то там не так сделал, он его снимет, сошлет в Магадан, и все будут работать. Всех этих пьяниц, всех этих, так сказать, меньшинств. Всех нужно, всех нужно в Магадан. Вот в чем суть проблемы. Мне кажется, совсем не важно. Вот в этом суть проблемы. И если вы поговорите с теми людьми, которые выступают за Сталина, они почти все скажут вам об этом. Если говорить о коммунистах, о компартии, то с моей точки зрения, они отбывают просто номер. Они действительно каждый год, они ходят с этим знанием, потому что им вообще предъявить больше просто нечего. Потому что вся остальная политика, которую они вот пытались предлагать, она либо проводится, либо является абсурдной. Вот, собственно, об этом и речь. Это Сергей Иваненко. Сейчас обращаюсь к Константину Семину. Константин, когда вы говорите о том, что да, нужно, потому что это ассоциируется в том числе и с Великой Победой и так далее, и так далее, и так далее. Когда вы опираетесь на большинство, вы на какой образ Сталина опираетесь в этот момент? Ну, здесь важный, конечно, вопрос, потому что мы, чувствую, расходимся в понимании того, что такое Сталин есть. Когда мой визави говорит о том, что народ жаждет крепкой руки, жесткой, железных рукавиц, ежевых рукавиц. Не весь народ, к счастью. Ну, тем не менее, 52% упомянутых вами или Вадой якобы хотят той самой карающей десницы, которая будет мочить олигархов, чиновников и так далее. На самом деле Сталин воспринимается совершенно иначе. Сталин это часть советского проекта. Сталин неотделим от него в той же степени, в какой неотделим от него Ленин. И ностальгия по Сталину означает ностальгию по советскому проекту. В стране вызрел гигантский, невысказанный вопрос на ресоветизацию. Ресоветизация в стране неизбежна. Хотят этого коммунисты, не коммунисты, кто угодно. Что означает ресоветизация? Что означает Сталин для нас, когда мы говорим о Сталине. Сталин означает не только парад победы. Сталин означает не только брошенные на Красной площади фашистские штандарты. Сталин означает иную форму собственности на средства производства. Мы наелись олигархическим капитализмом. Мы поняли, что это такое. Мы заплатили гигантскую, страшную, немыслимую, кровавую цену за те реформы, которые были осуществлены как подопытным животным над Россией в 90-е годы. И вот то, что упоминается в нашем разговоре сейчас любимый нашими либералами профессор Преображенский, его знаменитая цитата про разруху в клозетах, а не в головах. На самом деле это живодерское произведение «Собачье сердце». В нем высказана вся ненависть нашего креативного класса по отношению к простому человеку, который изображен в этом произведении быдлом, животным, шариковым. Понимаете? Сталина любят шариковы. Сталина хотят шариковы. Совка Советского Союза хотят шариковы. Ничего подобного. Советский Союз требует вернуть те люди, которых не устраивает попранная справедливость. Это совершенно другой подход. Попранная справедливость, она, между прочим, востребована и джентльменами из исламского государства. Но они понимают ее несколько иначе, чем мы. Это не дискредитирует понятие справедливости. Да. Так вот, я возвращаюсь. Вы сказали однозначно, что цель оправдывает средства. Я правильно понимаю? Нет. Почему же? Разве я сказал бы? У нас такая короткая дискуссия завершена. Нет. Нет? Нет. Позвольте, я прокомментирую. Да, пожалуйста. Я просто, насколько я понял, речь идет о следующем, что Советский Союз — это выдающееся достижение. Безусловно. Достижение. И поэтому его связывают... И поэтому Сталин — это символ того, что мы потеряли. Но не Хрючев же, в самом деле. Грубо говоря. Так вот, я как человек, который постарше вас, постарше, я, в общем-то, не просто застал разговоры дедов и отцов. Я жил при Советском Союзе, и я знаю, каковы его достижения. Более того, я там учился, я занимался экономикой. И очень хорошо отдаю себе отчет в том, что Советский Союз развалился самостоятельно под грузом своих внутренних проблем. Одной из которых, и, может быть, решающей, является Сталин. Понимаете? Именно Сталин уничтожил все те опорные точки, на которых могла существовать Россия. Он уничтожил российскую интеллигенцию. Он практически уничтожил российскую науку. Он создал систему, при которой человек чуть-чуть выше среднего. Он летит в космос. Он летит в Магадан. Он летит в Магадан. Магадан летит тот, кто мешает ему лететь в космос. Вот именно. Вот именно. И все те, кто мешал. И вот это великое усреднение, великое, я бы сказал, уничтожение вот тех генетических великих основ российского и русского народа, это главная вина Сталина и главная причина того, что это в итоге кончилось. Теперь по поводу простых... Нет, я здесь демонизации просто уточню. Просто Сталин это квинтэссенция зла. Нет, я вам расскажу про демонизацию таким образом. Знаете, вот вот мои дедушка и бабушка, да, они фронтовики, они воевали. Они коммунисты были и слушали вот этот закрытый доклад 56-го года. И про Берию они слушали. И они так и остались коммунистами до смерти. Но у них не было никогда вот так называемого пиетета по отношению к Сталину. Вот то, что они мне рассказывали, суть состояла в следующем. Что людьми во время Советского Союза, люди управлялись двумя вещами. Либо страх, страх, либо фанатичная вера. Значит, эти вещи, эти вещи недостаточны для того, чтобы решать проблемы даже 20-го века, не говоря уже о 21-м. Это вот то, что было эффективно во время там Римской империи, во время империи Александра Македонского и так далее. Во время Инквизиции, между прочим, Ватикан через 500 лет осудил преступление Инквизиции. Все равно пришлось это сделать. А мы до сих пор на уровне государства не можем этого сделать по отношению к Сталину. Поэтому проблема, еще раз подчеркну, проблема в головах, как бы вы ни относились к профессору Преобразовскому. Я не пытаюсь это улизнуть от этого разговора. Знаете, все, что вы говорите, до такой степени знакомо и многократно это все произносилось. И то, что пожить нам не довело в Советском Союзе. У меня 11 лет было, когда не стало Советского Союза. Учиться я начал в советской школе. Но самое главное, всю свою сознательную журналистскую жизнь я посвятил тому, что я изучал, что же такое была моя страна до того, как ее уничтожили. Я объездил ее вдоль и поперек. Я видел, что было создано в то время и что было разрушено в 90-е годы. Все, что вы сейчас из себя представляете, вы, как политик, занимающийся политикой так много времени, как человек просто, как член общества, как человек мыслящий, заложено Советской Системой. Вы не имели бы такого образования нигде больше. Ваша жизнь сложила бы совершенно иначе. Поверьте мне, я, может быть, слишком мало знаю о Советской Системе, но я достаточно много знаю о системе противоположной, противопоставленной, воевавшей с Советской Системой. Шансы на то, чтобы получить столь замечательное образование, иметь возможность так здорово складывать слова в предложение, как делаете это вы сегодня. Вы, если бы вы родились там, не имели бы. Там это где? Там это по ту сторону. В Германии? Да, хоть в Германии, хоть в Соединенных Штатах. На Загнивающем Западе, да. Я понял. То, что вы говорите, да, сейчас здорово мне напоминает риторику моего доброго знакомого, уже очень известного персонажа сегодня, Льва Натановича Шаранского, который не устает повторять, что одна половина страны сидела, другая охраняла, что миллиарды, триллионы расстрелянных и так далее. Понимаете, люди перекормлены этим. Речь сегодня идет не о Сталине, как о страшном мужике с усами, который придет и нашлепает кого-то по заднице. Речь идет о том, что по-иному была устроена экономика. И именно этого возвращения другого экономического уклада требуют сегодня люди. Вы не совсем, позвольте я просто короткую реплику. Вы не совсем поняли, о чем я говорю. Я говорю о том, что советская экономика развалила сама себя. Я услышал. Никто ее не развалил. И развалил из своих внутренних противоречий. А если говорить о политической системе, я вам хочу напомнить, вам было 11 лет, но вы уже, наверное, могли тогда читать газеты. В 90-м году в Советском Союзе была 20-миллионная компартия. И никто не вышел в политическом смысле на защиту Советского Союза. Уже все разложилось до предела. Я могу другой пример привести. Поэтому приводить пример о том, что советская экономическая система имеет преимущество, это просто противоречит историческим фактом. Теперь второе. Второе. Исторический факт противоречит то, что происходило в нашей стране с 91-го по, по крайней мере, 99-й год. Про это и хочу сказать. С 91-го по 99-й год действительно происходило то, о чем вы сказали. Происходила дискредитация демократии и рынка. Это правда. И это привело к тому, что мы сейчас имеем реинкарнацию. Сталинизма и новые вот этой неоимперской политики Путина. Это действительно так. Но, между прочим, есть другие страны. Есть страны, которые называются социальными рыночными экономиками. Это вся Европа. Это даже Восточная Европа из Советского Блока. Она живет по-другому. Она живет по-другому. Венгрия, Греция, Польша. Ну, там есть еще Франция, Германия, Италия, Дания, Швеция, Финляндия. Я могу перечислять, там довольно много. Много странно в Евросоюзе и в Евросоюзе. Понимаю, но после Сталина Советский Союз еще долго существовал. Там экономика работает гораздо лучше, на порядок лучше, чем работала советская экономика. Там экономика на грани банкротства, позволю себе заметить сейчас. Мы не так давно делали большой фильм на эту тему. И, поверьте, в нем было очень мало пропаганды и очень много было выступлений простых итальянцев, простых французов. Да нет, бросьте. Причем здесь? Вы знаете, какой внешний долг у Италии? Что происходит с производством в Италии? Мне трудно возражать, когда говорят, что экономика Европы на грани банкротства, а мы идем к процветанию. Мне кажется, вам нужно просто посмотреть, что в последнее время говорит, скажем, Марио Драги. Да, или какие-то другие люди, которые чуть больше связаны с... Там есть проблемы, а у нас, действительно, мы близки к коллапсу. Это большая разница. Поверьте мне, откуда... Давайте вернемся к истокам. У нас есть для этого время? Или мы должны опять начнем прерваться? Конечно, пожалуйста. Так вот, причем... Нельзя вырывать Сталина из исторического контекста. Сталин — это не противоположность Ленина, это не исключение, это закономерное следствие того, что было начато, как вы правильно сказали, в 1917 году. Только не в октябре 1917 года, а в феврале 1917 года, когда русская олигархия в сотрудничестве с олигархией международной раздолбала страну для того, чтобы устроить конституционную монархию, а лучше без монархии, просто конституционную демократию, в которой власть будет принадлежать олигархам. Они эту власть, олигархи, в руках не удержали. Из пола ее в октябре 1917 года подняли большевики. Судить их за то, что они это сделали, я думаю, никто из нас здесь, сидящих в студии сегодня, не вправе. Так вот, в тот момент, в 1917 году, весь мир захлебывался кровью в мировой войне. Мировая война тогда была развязана именно потому же, почему она была развязана в 1939 году, в 1937 году, если говорить точнее. Почему она может быть развязана вновь? Потому что капиталистическая экономика рано или поздно. Столкновение акул капитализма рано или поздно заканчивается большой кровью. И за эти олигархические аппетиты платит простой Шариков, простой человек своей кровью. И когда люди досыто напились этой кровью в Первую мировую войну, они решили, что надо чего-то поправить. Что-то не так. Наши рябушинские не справляются. Вот что они решили. И на одной шестой части суши был реализован проект, который был противопоставлен этому торжеству глобальной олигархии. Именно поэтому Советский Союз с первых дней был обложен тотальной экономической блокадой. Именно поэтому его пытались уничтожить. И жить в блокаде, как вы понимаете, это совершенно не то же самое, что жить, как Соединенные Штаты сегодня контролируют три четверти мировых рынков. И поэтому процветание в Советском Союзе ожидать равного процветанию Соединенных Штатов было бы наивно. Советский Союз с первых дней своего существования боролся за выживание. Советский Союз с первых дней своего существования Боролся с интервенциями 18 армий высадились в 18-м году На нашей территории И именно поэтому Сталин, сумевший Одержать победу в этой войне Практически против всех Заслуживает того, чтобы мы о нем сегодня говорили Хотя бы в уважительном ключе Какой ценой? Это важно или нет? Вы знаете, это вопрос философский Когда речь идет о жизни и смерти Есть два варианта Ты можешь встать на колени И позволить себя оккупировать Расчленить и превратить в компост Есть другой вариант Ты сопротивляешься и платишь за это высокую цену История не знает сослагательного наклонения Если ты победил, ты победил Ты, сегодняшний человек Родился, появился на свет Только потому, что кто-то победил тогда Ты не вправе ставить вопрос о цене победы Важный вопрос все-таки Мне кажется, что главная задача любого руководителя Любого государства Это благосостояние граждан Ничего подобного По крайней мере, не в нашей исторической традиции Мы живем не для того, чтобы набивать животы Мы живем для того, чтобы быть людьми И для того, чтобы оставаться людьми в истории Чтобы новые поколения, приходящие нам на смену Были людьми в первую очередь А не бессловесными тварями Потребителями Которые думают только о том С какой скидкой купить телевизор в ближайшем магазине Но в итоге так и думали же В итоге так и думают сейчас После того, как десталинизация Начата с хрущевским докладом Мы говорили о причинах Почему советский проект не выдержал Почему он развалился Он не выдержал не потому, что в нем было слишком много сталинизма Он развалился после того, как была начата Инспирированная извне десталинизация Она была начата с доклада Хрущева По большому счету она началась с выступлений Троцкого в 30-е годы Потому что все тезисы Троцкого перекочевали Из его первых листовок антисталинских, агитационных В доклад Хрущева И дальше в Яковлевские книги И далее Вот все, что мы слышим сейчас в эфире Все, что говорит Шаранский В своих бессмертных выступлениях в интернете Это одно и то же, это реинкарнация одной и той же старой темы Сергей Викторович, вас спрошу Нет ли ощущения, что на самом деле Сталин, он где-то далеко Ну вот, Сталин как Сталин А идет сражение двух мифов Есть миф о демоне Сталине И есть миф о Сталине Неком супергерое И вот они все время бьются друг с другом А сам Сталин, он где-то вообще далеко-далеко И никакого отношения к этой дискуссии не имеет Нет, я думаю, это имеет прямое отношение Потому что Сталин действительно символ Вот всего того О чем вот коллега вот сказал Это можно называть мифом Но это действительно часть общественного сознания Это то, что в нас вбивали с детского сада Так у вас тоже свой миф? Нет, я сейчас говорю не о мифах Я сейчас Ну можно, конечно, противопоставить миф Что Ну, все было не так И все было по-другому Но это действительно так и было Так и было Поэтому я сейчас говорю не о том Чтобы противопоставить одному мифу другой Я говорю сейчас об истории Об истории Да, но вот смотрите Об истории, посмотрите Легендарный премьер-министр Великобритании Вот посмотрите, у нас ведь наша же проблема Не демонизирован за Дрезден, нет? Вот посмотрите Вот наша проблема состоит в том Что мы не хотим Разговаривать об исторических фактах Мы пытаемся все время говорить об оценках Я в данном случае говорю об исторических фактах Историческим фактом является то Что Сталин И это показывают документы Вот посмотрите Вот там в приложении Там есть просто копии документов Копии документов Мы четвертое издание Этой книги выпускаем Потому что приходят люди Они просто поражаются Они открывают И не могут оторваться Читают до конца Так вот, есть факты Что есть колоссальные преступления Сталина против человечности Против российского И прежде всего русского народа С точки зрения человека 21 века Это первое Ну это факт Ну почему Почему 21? Еще раз С точки зрения 20-го, 19-го, 18-го Черчилль за Дрезден Демонизирован, да или нет? Еще раз Еще раз хочу Он классный Он легендарный Он остается всегда супергероем С сигарой во рту Вообще Ни при чем Дрезден отдельно Черчилль отдельно Кто это принимает? Военные Военные Нельзя судить, правда? Я не говорю сейчас о том Можно или нельзя судить Относительно бомбардировок Дрездена Но есть, по крайней мере Извините Есть книга Курта Вонагута Да Понимаете? На эту тему Уж по крайней мере Есть другая Другая точка зрения А мы сейчас Разговариваем На самом деле О другом Я говорю о том Что сегодня Главная проблема Главное препятствие Для дальнейшего развития Страны Это Сталинизм в головах Вот в чем Суть дела Сегодня А не 50 лет назад Хорошо Сергей Викторович Прошу прощения С нами Сергей Иваненко Член политического комитета Партии Яблоко И Константин Семин Журналист Сейчас новости Мы уже на минуту задерживаемся А после этого продолжим Разговор непримиримых В программе Баррикады 19 часов 36 минут В эфире программа Баррикады У микрофона Владимир Карпов Сегодня с нами на баррикадах Сергей Иваненко Член политического комитета Партии Яблоко И Константин Семин Журналист Уже в тысячный раз Пытаемся понять Кем же был Иосиф Сталин Для нас Для граждан Российской Федерации Нынешней Российской Федерации Для нас В 21 веке Сейчас уже будем Подключать аудиторию Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 СМС Плюс 7925-8888-94,8 Наш твиттер Собака говорит о Москве И сайт говорит Москва.ру Перед тем, как мы подключим аудиторию Небольшой вопрос Константину Семину Константин Нет ли у вас ощущения Что вы, например, критикуете Сергея Иваненко За то, что он пытается судить Из наших времен То время А сами занимаются тем же самым Говорите Вот был бы Сталин Было бы классно Я не говорю Что был бы Сталин Было бы классно Это мог быть не Сталин Кто угодно другой Мы, вы знаете Мы воспринимаем Сталина Сейчас Почему-то Многие из нас Воспринимают его Как пиночета Как человека Который единолично Управлял процессом Как будто бы Не было партии Как будто бы Не было общественной Повторюсь Формы собственности На средства производства Как будто бы У нас здесь была Латиноамериканская диктатура На этом же Основаны и сравнения Сталинского Так называемого Сталинского режима С тем, что происходило В Германии На самом деле Все эти сравнения 99% Из того, что я слышал Сейчас о Сергею Викторовичу Это В общем-то Штампы Тезисы из арсенала Психологической войны Которая шла В годы Холодной войны И которые В общем Штампы Начали появляться После 45-го года После того Как Советский Союз И Соединенные Штаты Разошлись А до того Отношение к Сталину Скажем В просвещенном Цивилизованном мире В мире либеральной демократии В Соединенных Штатах Тех же Было совершенно другим И отношение к репрессиям Что-что Оно было разное До войны После войны Другое Во время войны До войны Отношение к Сталину К великим чисткам К процессам 37-го года Было совершенно другим Возьмите Возьмите Малоизвестный у нас Но тем не менее Это факт исторический Да посол Джеймс Дэвис Посол США В Москве В 43-м году Принимает участие В съемках фильма Кинокомпании Warner Brothers Называется Mission to Moscow Миссия в Москву В которой В лицах Американскими Голливудскими актерами Сыграны процессы Уголовные процессы Впоследствии Названы Великой чисткой И объясняется В этом фильме Зачем это было необходимо В чем причина И это делают Не русские актеры Не советская пропаганда Кровавая Это делают американцы Если вы посмотрите Пропагандистские фильмы Снятые Министерством обороны Соединенных Штатов С 41-го по 45-й год Вы увидите Что Советский Союз Совершенно другая страна Чем то что мы сейчас слышим Сергея Викторовича А потом А потом А потом Цель-то какая-то Должна быть Там говорится о том Что русский Советский народ Радикально изменил Свою жизнь С приходом Для чего Извините Я кстати не только Это хотел бы вспомнить В 33-м году Соединенные Штаты Америки С кровавым Сталинским режимом Где В тюрьмах И лагерях Находилась Кстати Интересная подробность Меньше чем сейчас Находится Вы же передернуете Дайте я передерну до конца А потом передернете вы Меньше чем Сегодня во всей Американской Пенитационной системе Вы еще Ромена Ролана Вспомните Я вспомню И Максима Горького На Беломорканале Давайте я сначала Рузвельта вспомню Который в 33-м году Можно вспомнить Вообще полмира Давайте я вспомню До последнего буквы А потом вспомните вы В 33-м году Рузвельт устанавливает Дипотношения С Советским Союзом Почему? Потому что в годы Великой Депрессии Скукожившаяся Американская экономика Нуждалась в рынках сбыта И нужно было Продать турбины На дне прогресса И это не помешало Американцам Отправить своих специалистов И корреспондент Нью-Йорк Таймс В Москве Не заметил Никого голодомора На Украине Понимаете Какая штука В то время Вот Поэтому в 46-м году Когда господин Черчилль Произносит футонскую речь И начинается Холодная война Появляются все Те замечательные штампы Которые мы сегодня Пытаемся Провернуть или обсудить Верить им нельзя Ни тем Ни другим штампам Правильно? Верить нужно Только фактам А кстати На этом настаивает И Сергей Иванович Ну конечно Ну понимаете Ну можно Ну это какой-то набор слов Ну хорошо Очень коротко Это что вы слушатели Ускорили Да В отличие от набора слов Надо говорить коротко Значит в 56-м году Хрущев это кто? Это чей агент? И что? И какой доклад он сделал? Потом Александр Солженицын Написал Архипелаг Чей агент вы хотите Чтобы я сказал? Написал Архипелаг ГУЛАГ После чего Произошел массовый выход Из европейской компартии В том Почти всей интеллигенции Понимаете? Ну конечно Можно говорить о том Что люди чего-то не знали Годами Потому что Советская империя Основывалась на лжи И кстати Американская эта империя На чем основывалась? Что их заставляло снимать Такие фильмы? Я говорю про Советскую империю Про российскую Вот нынешнюю власть Она основана на лжи На лжи И пропаганде И вот естественно Как только эта ложь Начинает Исчезать Происходят Катастрофические перемены Если вот эта ложь Которая сегодня С экранов телевизоров Каждый день Доносится До наших граждан Она прекратится Если я расскажу В течение часа О том Чем занимаются Наши высшие Должностные лица И какие у них доходы И где То эта ложь Точно так же Приведет к тому Что все это лопнет Лопнет Так и лопнул и Сталин Так именно Так лопнул и Сталин И так к сожалению Лопнула страна Потому что Она была основана На большевиках Большевики ее Конституировали Прав Прав Константин Который говорит Что Сталина Нельзя отделять От Ленина Да это одна и та же Преступная группировка И надо дать Для начала Политическую Нравственную Если хотите Просто Человеческую Оценку Того Что почти Сто лет Нами правят Преступники Вот об этом речь Только Знаете кто сделал это Раньше Короткое возражение Если позволите Если бы Сталин лопнул Мы бы здесь Не собрали Сергей Викторович Справедливости ради Ну Сталин Я имею ввиду Систему Которую Я постараюсь Коротко Мне это просто До буквы Напоминает Знаете какой документ Манифест Комитета Освобождения Народов России Ну знаете Я не буду говорить Что мне напоминают Ваши тексты Ваши тексты Мне напоминают Еще Вы не даете Возможность Мне сказать Я же их читал В отличие от того Что вы говорите Это не такой длинный Манифест Совсем коротко Да Это манифест Который издан Власовым В 44-м году В Праге И в манифесте Этим говорилось Что Россия Сбилась с правильного пути В 17-м году А если бы она Сделала все Как хотели февралисты Да И предоставила власть Олигархам Как в 91-м Предоставили олигархам Все олигархи Ну Ребушинский Морозов А кто Кто Пролетарий что ли Вот То тогда Это понимаете Власовский манифест В чистом виде Он назывался предприниматель Знаете такое слово Предприниматель Надеюсь наушники Сейчас будут звонки 73-73-94-8 Слушаем вас Алло здравствуйте Добрый вечер Да вы в эфире пожалуйста Евгений меня зовут Да Евгений Ну и мне в отличие от Константина Посчастливилось несколько дольше Прожить при Советской Союзе И соответственно Я всегда считал Что тот строй Который создавался Большевиками Там коммунистами Это был гигантский Социальный эксперимент Очень прогрессивный Просто я даже не знаю С полетом в космос Его можно Сравнительно К сожалению Все пошло Немножко не так Там сил объективных Субъективных причин Но эксперимент Это наверное В 20 веке Самое значительное Событие было Но роль Сталина В этом формате Мне хотелось сказать Что я хотя бы Членом Компартии И достаточно активным Комсомольцем Но потом переработав Всю литературу О Сталине Документы переосмыслив Я например Его сейчас считаю Что он Кровавый тиран Убийца И так далее То есть Самый заслуживающий Самых отрицательных Характеристик Я его хотел отделить От той идеи Которая возникла В 17 году Может она была Хорошо принято Давайте коротко подытожу Это вам скорее Константин Идея была классная Но человек Изучив Подробнейшим образом Все документы Которые ему попадались На глаза Он пришел Для себя К внутреннему выводу Что Сталин Все таки был нехороший Так это же понимаете Та же самая штука О которой я говорю Вот Троцкий говорил Что все было здорово В 17 Кстати когда говорят О репрессиях в 30-х Очень редко вспоминают О том что творилось В 20-е годы Как будто бы этих репрессий Не было Хотя очень многие Из осуждающих Репрессий в 30-х Кровными узами Связаны с теми Кто расстреливал в 20-е Это ремарка Но все таки Вот все что говорят О том что предан Ленинский проект Отступили от Великой затеи Идеи Которая действительно Великой является Я вот с этим Абсолютно согласен Это же все началось С Троцкого Да вот его Обвинение В адрес Сталина Что это Термидор Что это бонапартизм Что свернута Представительская демократия Советы упразднены Дальше это все Перекочевало в тот же самый Троцкий Троцкисты перешли Под опеку ЦРУ Как известно Перешло в доклад к Хрущеву А затем К Александру Николаевичу Яковлеву В своем предисловии К книге Как называется Черная книга большевизма Он прямым текстом говорит Что наша задача была Говорит Яковлев Яковлев Предатель Человек завербованный Когда он работал В канадском посольстве Об этом пишет другой предатель Некоторое время назад Ушедший на запад И там Бесславно Закончивший свои дни Неважно То есть этому можно верить Человек завербованный Американской разведкой Александр Николаевич Яковлев Пишет в предисловии К черной книге большевизма Что наша задача Пишет Яковлев Еще раз повторю Была сначала Отделить Сталина от Ленина Показать что у Ленина Был правильный путь Сталин с него Нас заставил свернуть Всех расстрелял А потом После того как мы погрузим Погрузим Сталина в мусорный бак Мы туда же засудим и Ленина И оба они закончат одинаково Сергей Викторович Ну Действительно Вот интересное Очень Интересное суждение Радиослушателя И Многие люди Проходили через это Многие Вот я могу Рассказать про своего отца Он военный Полковник Всю жизнь прослужил И деды И вот бабушка Которая я говорил Которая воевала Они проходили Вот путь Действительно Вот переосмысление Переосмысление Потому что путь От пропаганда От того вот Потока сознания Потока слов Который вот Константин Сейчас продемонстрировал Пройти через Действительно Вот Через Очень сложные Вот эти рубежи Потому что действительно Советский Союз Был огромной страной Действительно Была создана промышленность И понять Что происходило На самом деле Было очень сложно Но К счастью Огромное количество людей Все-таки Через это Прошло Преодолело И переосмыслило Своё отношение К Советскому Союзу К большевикам И к сталинизму Просто уточнение Вы исключаете Тот вариант Когда человек Так же Например Сначала Видит Сталина Плохого 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 После этого Погружается в документы И приходит К иному выводу И начинает К нему относиться Хорошо Я просто Понимаете Я просто знаю Знаю Как люди Смотрят на эти документы Вы посмотрите Там есть постановление Подписанное Сталин Там есть план План Расстрелять И по По республикам Просто количество людей Количество Не фамилии А просто план Это производит Чудовищное впечатление На людей Так вот Человек начинает С этого изучать Документацию по Сталину А потом приходит Например К статистике О росте экономическом В Советском Союзе Во времена Юсифа Виссарионовича И у него отношение Меняется Вы это исключаете Да или нет Нет Я не исключаю совершенно Потому что Нео-сталинистские настроения Сегодня сильны В молодежи Которым морочат Головы тем Что в Советском Союзе Все было бесплатно Все было доступно Все было прекрасно Но они же просто Не знали Не знали этой жизни А мы-то ее знали Хорошо Давайте еще один звонок 737394 Телефон прямого эфира Слушаем вас Алло, здравствуйте Алло, добрый день Извините, пожалуйста Вот я тут слышу Очень много мнений И о Сталине И обо всем Что собственно Тогда приходило У меня один вопрос А почему Никто не упомянул Ну А почти не упомянул Собственно О Никитике Сяденевич Ну о Хрущеве Который тоже Участвовал в том Что делал Сталин Сейчас все Обвиняют Сталина Но почему-то Никто не Не говорит О ближайшем окружении Ну я во-первых Сказал Сергей Иванович Правда в другом смысле Но то что Хрущев Имеет прямое отношение К массовым репрессиям На Украине В то время Когда он был Первым секретарем Компартии Украины Это доказанный факт Но я об этом Специально сказал Понимаете Сталин символ Но действительно Вся вот эта Большевистская Группировка Начиная с Ленина Она является Преступной Это в этом смысле Коллективная ответственность И Но еще раз В очередной раз Хочу подчеркнуть Значит Дорогие друзья Проблема Не только И не столько В том В политической оценке Это вещь необходимая Важная Но действительно По ней можно спорить Бесконечно Главная проблема Состоит В том Что нам нужно Сделать Десталинизацию Десталинизацию В России Необходимо Смотреть вперед Любые попытки Вернуть назад Эту систему Они как Говорят Дипломаты Контрпродуктивны Потому что Вместо Вместо Советского Союза Вы создадите В лучшем случае Северную Корею Вот что такое Сегодня Неосталинизм Это в этом смысле Это вещь совершенно ясная Понимаете Когда тебе предлагают Выбор между Северной Кореей И Ираком Безусловно Лучше выбирать Северную Корею Потому что Никто По крайней мере К тебе Не сунется Нам все время Предлагают пожертвовать Ради сытости Свободой Независимостью И своим Собственным Путем развития Нам говорят Ну вот Южные же корейцы Они же смогли Ребята 40 тысяч Американских солдат Находятся на Южно-корейском полуострове Южной Кореи Как самостоятельного Государства Нет Франции Германии Японии Как показали Последние события На Украине Как самостоятельных Государств Нет В каждой из этих стран По-прежнему С 45-го года Содержатся огромные Контингенты Американских войск Многие из этих стран Содержат Американское ядерное оружие Это колонии Ультраимпериалистического Мира Который сконцентрирован Сегодня Вокруг Соединенных Штатов И нам По большому счету Либералы Подобные Моему сегодняшнему оппоненту Предлагают Один способ Существования В будущем Присоединиться К этому миру Капитулировать Перед этим миром И сдаться Этот путь Для нас неприемлем Для нашего народа Неприемлем Мы не часть этого мира Мы никогда Вступили в ВТО Разве не часть Это другой немножко разговор В случае международных договоров Вступили Вступили Берем на себя обязательства Берем Берем Я вот с этим спорить Совершенно не буду Вот тут абсолютно Вы правы У нас очень много людей Которые Внутри себя Провели десталинизацию И хотели бы Десталинизировать окружающих И они к несчастью По-прежнему Занимают определенное положение Во власти Они-то нас В это самое ВТО И притащили И наша задача Как раз С моей точки зрения Искоренить Каленым железом Выжечь Весь либеральный Элемент Который по-прежнему Продолжает Предательскую Разрушительную политику По отношению к стране Ради того Чтобы встать Наконец Вернуться На самостоятельный Путь развития Операции Как северные корейцы Как американцы Кстати говоря Тоже Только на собственные силы И ни от кого Не зависит Ни перед кем Не ползать на брюхе Позвольте Это логично На самом деле То что Константин сказал Это очень логично Очень логично Он предлагает нам Жить как в Северной Корее Эту позицию Я понимаю Это психология Осажденной крепости Это психология Того что весь мир Хочет нас сожрать И мы должны Так сказать Не отбиваться И лучше Атомным оружием Это мне По крайней мере Понятно А мне непонятно Другое Вот знаете Вот недавно Был митинг Антимайдан Да И вот там Один из Один из людей Держал в руке Транспарант На транспаранте Было написано Мы хотим жить Как на Западе Но Запад нам Не дает Этого Вот на самом деле Вот это То что в голове Вот так вот смешивается То есть мы хотим Чтобы у нас Были заполнены Прилавки магазинов В том числе Импортными товарами Иностранными И в том числе Южнокорейскими Автомобилями А не севернокорейскими Мы хотим Чтобы у нас была Возможность поехать За границу Ну хотя бы там Раз в несколько лет Хотя бы в не очень Дорогой Египет Это мы все хотим И при этом И при этом Мы еще хотим Ни за что не отвечать Хотим сделать так Что в любой момент Мы можем Так сказать Оттяпать Вот здесь Начать какую-то Заварушку Вот тут И после этого Говорить А что это такое Почему вы нам не даете Так вы выбирайте Так вы выбирайте Одну из двух Езжайте в Северную Корею В деревню Работайте И опирайтесь На собственные силы И не морожите всем голову Это называется Или рыбку съесть Или на санках покататься Я вот здесь согласен Абсолютно Потому что у нас достаточно За 90-е годы И за годы последующие Появилось людей С абсолютно Мещанским Потребительским сознанием Которые хотели бы Все Но я позволю Один наркетный факт Не связанный со Сталином И со всеми прочими вещами Которые мы сейчас обсуждаем 70% наших граждан Не имеют загранпаспортов Никому Извините Не упоролся Ваш Египет Эти люди хотели бы Жить здесь Развивать свою страну А унижаться И превращаться В Ирак В Косово Или в какой-то еще Аналог Просвещенной демократии Не хотели бы И это понятно И поэтому Неосталинизм Не победить Это часть нашего самосознания Тоже маленький фактик Ну так Для того чтобы понять Вашу позицию Окончательно Константин У меня есть личная история У меня есть отец Который вырос в деревне Сначала там В Тульской области Потом в Калужской области Так вот Когда в 60-е годы Семья Всеми правдами И неправдами Смогла уехать Из Тульской области В Калужскую Нет Из Калужской В Тульскую Да вот важно Из Калужской В Тульскую И там поселиться В шахтерском поселке Тогда в 60-е годы Еще раз подчеркну В семье моего отца Впервые увидели деньги И поели досы Это он этот день Помнит до сих пор Поэтому когда вы говорите О том что Да пофигу нам Ваш достаток Нам пофигу Вообще Ваши желания Паспорта Кому они сдались Я уточняю До какой степени Не пофигу Могу ответить Если вы позволите Да Во-первых Я вспомню Прежде чем Перейти непосредственно К ответу Поездку свою Трехлетней давности Больше даже уже Четырехлетней На Украину В Донецк Вот в Торезе Мы разговаривали с людьми Которые рассказывали нам Как выглядел голод Сорок шестого года Там Ели картофельные очистки Вы поймите Вы все время сравниваете Нашу жизнь здесь С Соединенными Штатами С какими-то еще Благополучными заграницами Здесь была война 27 миллионов человек Отдали жизни Для того чтобы Отстоять независимость Наше право существовать Жуткие раны Нанесены были стране В 60-е годы Нельзя было ожидать Сгущенки Нельзя было ожидать Квартиры персональные Для каждого Это была Великая цена Которая была Выплачена За то чтобы Нам просто А в Германии Не было войны А в Японии В Германии Конечно была война В Соединенных Штатах Америки Войны не было А я говорю про Германию И про Японию А я вам говорю Про Соединенные Штаты Америки И то как развивались Эти страны После того как провели Японии в 45-м году Написал генерал МакАртур Да при чем здесь генерал Японии нету Японии нету И Германия Это план маршала А план маршала Это Соединенные Штаты А на Соединенные Штаты Не упала ни одна бомба Понимаете Да при чем тут Соединенные Штаты Я говорю про то А при том что нельзя сравнивать Страну которая не пострадала от войны И страну которая была Позвольте мне Позвольте мне сказать Германия была уничтожена войной Полностью И восстановлена страной Которая не пострадала от войны Германия пошла вперед после того, как она провела деноцификацию. Сегодня «Майнкампф» — запрещенная литература в Германии. В отличие от России, где этот «Майнкампф» продается в почти любом мире магазине. Вы не видели последний номер журнала «Шпигель»? Я вам советую посмотреть. По сравнению с тем, и Японию, которая была оккупирована, в том числе и МакАртуром, как вы выразились. И посмотрите, какой путь прошла Япония. То есть оккупация лучше, правильно? Я вам еще раз говорю. Страны, которые проиграли войну, они сделали вывод. Мы в эту войну выиграли, но выводов по Сталину не сделали. И это явилось главным и основным тормозом. Почему мы так живем во всем этом? Сергей Иваненко? Да, еще по поводу... Я хотел пример просто привести. Вы вот о своей семье вспомнили. А я еще хочу из тоже украинской поездки. Понимаете, если бы я был такой умный и мог за всех высказывать суждения, это было бы, наверное, слишком самонадеянно. На Украине разговариваем с уже покойным генконструктором КБ «Прогресс». Это КБ, который разрабатывает двигатели для всей практически нашей авиации, для «Русланов». Это огромное предприятие, высокотехнологичное. Этот человек видел сталинскую индустриализацию. Это человек, который прожил в Советском Союзе гораздо больше, чем любой из нас. И он мне говорил тогда, что да, была заплачена огромная цена за индустриализацию. И коллективизацию мы сегодня не вспомнили. Много чего можно было бы вспомнить. Но это необходимо было сделать, потому что Сталин понимал, что мировая война неизбежна, что нашу страну будут уничтожать. И для того, чтобы обороняться в этой войне, необходимы были ни кони, ни лошади, ни крестьяне, ни кулаки, а тракторные заводы, потому что на тракторных заводах производятся танки. Понимаете? И это было необходимо. И ждать, что у нас будут полные холодильники после того, как в этой страшной войне с танками, с «Катюшами» мы все-таки сумели себя защитить. Это наивно, абсурдно. Мы не Америка. Америка от войны не пострадала. Она получила все дивиденды. Я запускаю просто итоговое голосование. А мы это те, кто эти дивиденды им предоставит. Если вы за Сергея Иваненко, вы набираете 8-4-9-5-134-21-35. За Сергея Иваненко, члена политического комитета партии «Яблоко» 134-21-35, через префикс 8-4-9-5. Если вам ближе, позиция Константина Семина, журналисты, вы голосуете 8-4-9-5-134-21-36. За Константина Семина 134-21-36. Коротко напомню, Сергей Иваненко не понимает, за что увековечивать память Иосифа Сталина. Константин Семин понимает и настаивает на том, что увековечить было бы правильно. Из комментариев наших слушателей. Том Таркоммадо пишет. Сталину памятник за, первое, победу, второе, возврат церкви, третье, контрреволюцию, когда он перебил всю мразь, разрушавшую страну после 1917 года. Это тезис раз. За возврат церкви? Да. Интересно. Это позиция Тома Таркоммадо, да. В общем, так и есть. Так, еще. Из сообщений, которые приходили. РПЦ до сих пор отказываются реабилитировать, из-за того, что он уничтожил всю церковь. РПЦ за. Нам 70 лет пели про загнивающие Запады. Константин продолжает это делать. Достали уже эти идеи. Народ хочет спокойной и тихой жизни, а не имперских завоеваний, пишет 81-й. Сдаться хочет народ. Возможно. В Германии 50 тысяч американских солдат и золото этой страны в Соединенных Штатах Америки, напоминает Пал Павлович. Это Сергей Иваненко. Так же, как и золото России в Соединенных Штатах Америки. Голосование оставляю еще на 30 секунд. Если вам ближе Сергей Иваненко, вы голосуете 134-21-35 через префикс 8495. Если вы за Константина Семина, вы голосуете 134-21-36 через префикс 8495. И один резюмирующий звонок нашего слушателя. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста. Я бы хотел задать вопрос Иваненко. Я думаю, он Черчилля считает за такого, за международного деятеля. Так вот, Черчилль сказал про Сталина, что это тот человек, который принял Россию с Сахой, а сдался атомной бомбой. Спасибо. Коротко. Ну, это факт. Это исторический факт. С этим никто не спорит. Речь идет о другом. В очередной раз приходится об этом сказать. Цена вот того, что сделал Сталин, а главная цена, она сегодня проявляется. Сегодня. Сегодня наши беды из-за того, что Сталин делал то, что делал. Константин Семин, последнее слово. План дропшот американский подразумевал единовременное уничтожение в атомной бомбардировке 100 или 120 миллионов советских граждан. То, что этого не случилось, заслуга Сталина, и, безусловно, та самая атомная бомба, упомянутая нашим слушателям, она здесь абсолютно уместна. Это главное, что сохраняет нам жизнь сегодня. Итог. 19% за Сергея Иваненко, 81% за Константина Семина. Это были баррикады. Спасибо за участие. Приходите еще. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8